Уважаемые друзья, здравствуйте! Сейчас хочу ознакомить вас с агротехническими и биологическими особенностями гибрида томата «Девица-Красавица». Этот гибрид относится к группе средне-ранних от всходов до созревания плодов в среднем 105-110 суток. Это, конечно, очень изменчивый признак, зависит от погодных условий. Гибрид это индетерминатный, высокорослый, достигает высоты до 2 метров и выше. Можно формировать растение в один стебель, как мы здесь видим. Видите, растение формировано в один стебель, можно формировать и в два стебля, уже начиная с уровня седьмого листа, два стебля. Мы, естественно, немножко снижаем среднюю массу плода, в то же время мы увеличиваем число плодов на растение значительно, почти два раза. В принципе, то, что мы видим, вот этого пространства, густота стояния растений 70 на 30, вполне достаточно для формирования растений и в два стебля. Гибрид отличается очень хорошей завязанностью плодов в условиях защищенного грунта средней полосы России. Мы знаем, это вообще характерный признак для гибридов, высокоадаптированность к резким перепадам ночных-дневных температур. Обычно в таких вот аномальных условиях, конечно, очень резко снижается опыляемость, оплодотворяемость. И на растении очень часто формируется большое число пустотелых плодов. Вот этого мы не наблюдаем, прекрасно завязывает, формирует плоды на растении. Кисти у данного гибрида, это простые, вот часто мы встречаем простые кисти, встречаются вот такие кисти промежуточного типа, когда мы видим число плодов на растении значительно увеличивается. Естественно, чем больше плодов на растении формируется, завязывается, это приводит, конечно же, к уменьшению средней массы плода. Так, стандартный плод, характерный для данного гибрида, это от 100 до 150 грамм. Мы можем наблюдать, здесь плоды есть и вот такие, 100-150 грамм. И, естественно, чем выше уровень, плоды будет меньше массой, 90 грамм, 100 грамм. На каждой кисти формируется 6-8 штук плодов, фазе технической спелости плоды светло-зеленые или почти, можно сказать, белесые, фазе биологической спелости, они насыщенно красные, плоды очень плотные. Плоды данного гибрида прекрасно подходят для приготовления различных соусов, различных соков. В то же время, целноплодное консервирование, также плоды пригодны. В связи с тем, что имеет хорошие вкусовые качества, также прекрасно подходит для использования в свежем виде, для приготовления летних салатов, бутербродов, сэндвичей. При соблюдении всех агротехнических мероприятий, очень высокоурожайной, на уровне 12-14 килограмм, с единицей площади можно собирать урожай. На растениях формируются до уровня 8-9 кистей, вот поэтому уже в августе можно ограничить рост растений, в связи с тем, что этот гибрид индетерминатный, то есть имеет неограниченный рост, будет расти и расти. Чтобы плоды, которые сформировались на более высоких ярусах, успели набрать массу и созреть, естественно, требуется ограничение роста растений данного гибрида. После 8-й или 9-й кисти можно удалить верхние части. Плоды с сочленением, вот видите, очень легко обрываются плоды, при сборе проблем не возникает. Плоды не осыпаются, не трескаются. Данный гибрид плодоносит довольно продолжительное время, начиная уже с конца июля-начале августа и продолжать будет до середины-конца сентября, если, конечно, погодные условия позволят. И, как все гибриды, естественно, здесь также при селекции обращено внимание на устойчивость к самым распространенным заболеваниям, которые встречаются в защищенном грунте. Это кладоспорез, это септорез. И, естественно, за счет ранней спелости и соблюдения агротехнических мероприятий гибрид данный уходит от заражения фитофторой. Редактор субтитров А.Семкин